Населенный пункт юбилейный, что в Гомельском районе, заявленный на удел у республиканским конкурсе название левшего белорусского поселка. В уголе новый выгляд, а прошлые годы отрымали многие везки и поселки, которые обрамляют областный центр. Марина Северянова с подробностями. Приезжаем в юбилейный. Поселок конкурсантс устрекает новыми домами, просторными дворами, множеством гульнявых и спортивных пляцовок. На Прыгород населенный пункт неподобный, больше нагадывая один из гомельских микрорайонов. Решей до областного центра отсюль рукой подать. Он очень активно застраивается. Это не то, что было 10 лет назад. Расскажите, пожалуйста, что построено, какие перспективы здесь еще есть? Здесь, я вам скажу, он уже застроен полностью жилыми домами. Здесь осталось только в перспективе детский сад. Ну, со временем мы его тоже построим. Сегодня 37 тысяч квадратных метров здесь жилья построено. 670 квартир. Видите, квартиры... Это за сколько времени? Это за пятилетку мою построили. За пятилетку. Ну, дома разные. Здесь вот этот дом последний мы ввели. Это для многодетных семей 36-ти квартирный дом. Два дома там, это арендное жилье. Два дома впереди, которые построены за счет китайских инвестиций, социальное жилье. И плюс не только здесь жилье, здесь построены спортивные сооружения. Дальше мы там площадку посмотрим с мини-футбольным полем, с искусственной травой. Здесь в каждом дворе обустроены малые формы, тренажеры. Вот по призначе последнего дома для внодетных райисполком за счет спонсоровской помощи построены здесь вот детские такие площадки. Алисучасный выгляд мая не только юбилейный. Многие населенные пункты, які знаходятся вокруг Гомеля, за опошнях, где просто расквитнели. Это Урийская, вот юбилейный, Новая Гута. Вот такие дома прекрасные. Кстати, здесь впервые мы применили поквартирное индивидуальное отопление во всех микрорайонах, независимо от центрального отопления. То есть каждая квартира, свой газовый котелок имеется в каждой квартире, и человек пользуется им круглый год. Коли протягнуть тему плюсов автономности отопления и воголе казать об новинках у этом накеронку, то приклада леп, чему поселку Большавик, не знайсти. Туди мы и накеровались. Гэтый электродом был сдаден летось. Здесь происходит нагрев воды для системы отопления с помощью двух котлов, которые расположены в той части. Здесь вот этот котел для приготовления горячей воды. Вот эти четыре емкости для хранения. На выходе с котельницы устрокаем будущего новоселлах этого дома. Лилия 40 годов прожила в бараку, поколе гони признали непридатным. И жильцам пропоновали переехать у арендный дом. Семьи Лилии выделили трехпокаевую квартиру. Все соседи мои, соседи, всех мы знаем, которые переходят в этот дом, все довольны. Уже некоторые прямо уже сидят на чемоданах. Предвкушение. Да, да. Вот мои соседки, я знаю, что она там уже собрала всю мебель, сложили сыновья, и она уже ждет, когда получит ключи. Цены за аренду символичные. От 16 рублей за однушку до 37 за трехпокаевую квартиру. Очень большие квартиры, вы говорите, трешка 80 квадратных метров. Я почему-то думала, что арендное жилье, оно такое компактное, малогабаритное. Я вот прям приятно удивлена. Ну, как я ранее говорил в этом доме, 50% у трехкоматных квартир, двух вариантов, там порядка 80 квадратов, плюс-минус несколько. Вот мы находимся в одной из них, на полу, ламинат тоже отечественного производства, удачной расцветки. Выполнены работы качественно, и потолочные поверхности, все замечательно. Я так думаю, но будут какие-то вопросы, все по гарантии. Тут же у большевику у мая плануют почать будовництво я еще одного электродома. Акватеры УГ этой новобудовли с индивидуальными двухконтурными котлами. 31-40 квадрат социальные, остальные для людей, которые имеют потребу уполепшения жильевых умов. Такая же высотка с газовым оттеплением худко з'явится побоч. Зараз идут торги, а у лютого начнется будовництво. Про инши планы по развитию инфраструктуры Гомельского района, перспективные будовничные расшения, новые микрорайоны мы расскажем о программе «Великая будовля». Глядите на телеканале «Беларусь-4 Гомель» 31-го студия. У 19.00. 45 хвилин. Марина Северьянова, Сергей Лакошук, телерадиокомпания «Гомель» из Гомельского района.